Вот. Саламу алейкум еще раз, люди. Как у тебя дела? Ты где находишься? Брат, я в бункере нахожусь. Бункер, я не могу сказать. И ты в бункере? Здоровый, короче. Здесь засекреченное место. Я не могу. Слушай, ты тоже с Байденом поругался, что ли? Шамляхай, спасибо. В Аллахе, в Аллахе, от души говорю, как есть. Я так обрадовался, когда Хадулаев, Шамил, он у меня где-то засело. Я видел в Фейсбуке свое обращение, в фишке был. Такой миссионер, дипломат. Мне нравится вот такое поведение твое. И главный мой такой. У меня аварцы вокруг, друзья. Походу каждый день с 85-го года у меня с Буйнакска, начиная, модные такие аварцы жили там. Я с ним привык. И в Москве вот продолжать. Вот сейчас чеченцы, армяне, аварцы. Очень. Компания на улице. Я сказал, я серьезный человеком брат. Я еду с вами на шашлыки, если вы мне дадите возможность, не мешайте. Потому что, короче, салат к вашим подписчикам. Ты же этого аварца знаешь, да? Дядя Убайдула. Абач. Красавчик. Паку. Ехали вместе. С первого раза он мне понравился. Авторитетный мужик такой. Дяденька такой. Да, дядя Убайдула, да. Это профессор борьбы. Васико. Васико. Да. Слушай, ты красный цвет любишь. Ты что-то аварский цвет любишь. Вот я смотрю, Мерседеси красные, одежда красные. Убайдула. Шамилагай. Короче, брат, у меня Мерседес красный, туфли красные, рубашки красные. Потому что вокруг аварца у меня, а я у них привык к ним. У них тоже красные любят аварца. И мне говорят, Людик, ты тоже наш брат. Давай, вот так одевайся. И Мерседес сейчас тоже покрашу. Еще Мерседес. Я видел показ мод в Москве с Расулом Ахмедовым. Помнишь, ты тоже ходил там по подиуму? Я там приглашен был специально. Это Шамхан, наш торгинин, дизайнер. Мотный, гламурный дагестанец. Я так обрадовался, когда меня там пригласили. Я приехал туда. Он мне говорит, Людик, давай одевай этот пиджак, пройди. Я говорю, почему бы нет, ничего себе. Это западло, что ли, на подиуме ходить. Я модный, гламурный, Людик, король. У меня вот такой дагестанец поддержку дал один раз. Но больше ни пиджака не отдал, ни брюк не отдал. Все с собой забрал и уехал, исчез. Я просто увидел, Ахмед мой друг, Расул Ахмедов мой друг. Я поэтому, он говорит, вот так, вот так, Людик тоже был у нас на показе. Я говорю, да ладно, покажи. Он видео показал, я посмотрел. Ну там солидно представлен ты был. Жабал Алиханов, там все были. Да. Слушай, меня здесь спрашивают все время насчет боя твоего с этим Нюцалхан, Мамадхан. Как там его целое длинное название этого человека? Это откуда вообще взялась эта фишка, вот эта боль? И ты за это решил с ним подраться, что ли? Ты реально думаешь, что он хан, да? Жениться, я его давай поженимся, может повезу, как жених. Я буду рядом сидеть, будем выбирать девушек. Невест будем. Слушай, ты же один раз у Гузеевой был. Там тебе такую страшилку подсунули, что у тебя, по-моему, чуть инсульт не случился. Шамляха, это потому что они мне три-четыре раза звонили, я отказывался, отказывался. Я говорю, девушки, сынок, по метр, девочки, мне нужны девушки. Без пробега по России, скажи. Ну, понятно. Вот. И я говорю, мне, БУ, БУ, блин, Людвиг, король, пришел, торты. С Дагестана отправили на автобусе 30 килограмм тортов, чтобы я Людвиг, король, идет. О, и так им пришел. И мне вот эту губасую, они прикололся хотели, поиздеваться, посмеяться. И они просмотров подняли, очень много просмотров на счет этого. И Людвиг чуть-чуть лоханулся, но в принципе я не лоханулся. Аминагай. Не, не, ты сказал, мне люди смеются, а будут вымекать. Хотя она хинкал может готовить. Как стыдно, с ее рук губы осталось, что это. Но я понял, что это юмор. Ничего. И они, по-моему, хотели тебя затроллить, но ты их на место поставил. Мой торт кушает эта доярка, колхозница, Роза, Роза, сватха. И мне там у тебя чердак, там крыша, жилье, Мерседес, Мерседес. Она не понравилась. Я им говорил, условия говорил, чтобы она заболела, чтобы на работу не вышла. Чтобы я без нее попал туда. Я хотел, чтобы Лариска была и Василиса. Вот они красивые. Мои торты накрыл стол. Всем хватило там. Даже зрителям раздавал от Людвига Братский. У меня двойный брат отправил очень много чего вкусного. И Дагестан, я надеюсь, не подвел. Я с юмором, хайпануться, реклама. Но мне еще они 150 тысяч рублей хотели предложить. Шамил Агай. Да ладно? Да. Я не взял. Я не взял. Ты сказал, гусары денег не берутся, да? Да, да, король. А я сейчас сказал, они второй раз говорят, Людвиг, я же знаю их уже. Они говорят, я говорю, миллион рублей. Если Людвиг хочет приезти, миллион рублей дайте мне наличными. Я вот так сказал. Ну, правильно, ничего себе. Это не какой-нибудь там, какой попало, там, пехота пришел. Это же король пришел. Они должны нормально там вещи делать. Они делают вид, не хотят признавать, они клоун, не клоун, там. Слышали, все видели, там столько. Не могут понять, кто я такой. Но от меня они улыбаются, смеются. Поэтому я, я же дипломат, я миссионер, Шамил Агай. Ну да, я так понял. Я же так и сталец. Но если ты в Германии живешь... Я могу биться, ругаться там, злиться, мстить, отомстить. Не умею, такие вещи нет у меня вообще. Прощаю, прощаю. Даже мой убийца у вас в Дагестане сейчас где-то, который убить хотел меня. А, это... Кстати, как там этим делом закончилось? О, Шамил Агай. Да-да, да-да. Я этот момент сейчас на немецком языке красиво. Дорогой Владимир, онкель Путин, Владимир... Красный ковер, на красном ковре Мерседес, тростик, шляпа, плащ. И там впереди девять ресторанов. Бакинский, еврей, Украина, гостиница его. А сейчас Бакинский бульвар. Псекавказская элита, девушки, невесты там сидят. Там банкет не сдал. Хозяин меня встретил, Людвига мне сладости отдал с собой. На май, Бахе говорит, отвези-то Людвига домой. Я сейчас поеду туда, Мерседес мой поставлю перед этим зданием. Знакомиться буду. Я очень хочу понравиться людям, как элегантный, интеллигентный, на вы разговаривает. Король, молодец, не такой, как мы думали, оказывается. Может, где-то несерьезный. Но в любом случае-то я свой престиж, свою репутацию. Я самый добрый человек. Я знаю, я знаю, когда у тебя ситуации случились, если кто-то... Я говорю, слушайте, ребята. Я говорю, Людвиг, он безвредный человек, добрый человек. Что вы там ехидничаете? И в этом плане я, конечно, тебя поддержал. Я вижу твою открытость, твой юмор, твою дипломатичность, да. Я говорю, поэтому, когда человек плохого другим не делает, бреда не наносит, поэтому нельзя таких людей оскорблять и высказывать свои претензии. Может, они тебе завидовали, Людвиг. Ты король, а не пехота. Шамиль, Шамиль, смотрите, сейчас время, я созреваю. Спасибо, что вышли со мной на связь. Валлах, и что день сегодня не прошел. Ашчаду Аллах, Шамиль, я давно хотел, клянусь, думаю, личность, но я не знал, как к тебе подойти, с какой стороны тебя узнать. Но я знал, ты в Грозном был, там благотворитель, дипломатия. Это за Дагестан, размах у тебя, все Дагестана. Такой солидный дяденька седой, такой умный, маше Аллах. У тебя в Фейсбуке много женщин, подружки, шутите, вы шутите. Я читаю, читал, я не делал. Ну, перестал, Фейсбук. Тик-ток перешел. Там столько женщин ко мне пришли. Столько Людвиг, Людвиг. Слушай, мы тебя женили или нет, в конце концов. Ты вот много-много женщин, нам же тебя женить надо. У короля должно быть потомство, принца и так далее. Так же не бывает один. Шамиль Агай. Аллах Асхван Батани, Аллах Асхван Батани, в Аллахе Биллахе. Я его, чтобы миллионы просмотров было. Я сейчас в Германии, кортеж, мерседес. Я лично, у меня 30, 120 С-классов стоят в гараже. Ключи у меня. Это мой Людвиг Байзер машина. Мне отдал, они мои. Я такие тачки. Вот сейчас у меня приглашение есть. Такие серьезные люди хотят познакомиться. Я этот кортеж дружбы и мира. Давай всем миром Дагестану помогаем. Дагестан. Вот даже мусороперерабатывающий такой завод. С Германии я же могу на немецком говорить. Я могу с немцами разговаривать на красивом мерседесе. Одетый, прикинутый. Дагестан. Мы там мусор. Я могу даже грузовики Германии, которые моют улицы шампунем и высасывать эту воду оттуда. Вот лежащие менты убрать. Вот красоту. Я могу полезным быть очень Дагестану, Шамиля Гай. Валлах, я могу. Да. Чуть-чуть отошел от дагестанцев. Потому что где Дагестану, там на пряге, как говорится. Мне от своих близких я отошел, закрыл себя от многих. Вот у меня хорошие отношения остались. Я же европейский человек. Я хочу помочь. Одеваюсь, как хочу. Танцую. Валлахи, виллахи. Позорного ничего не допускал в жизни. Никому ни копейку не должен. Меня везде любят, уважают. Не стыдно ни за что. Я живу, кайфую, модничаю, показываю. Шамиля Гай два раза нападали на меня. Два раза. Буйнакские мне ограбили. Деньги унесли. Три человека пришли мне. Они меня били, топтали. Я в больнице вот такой очнулся. Деньги, пакет денег у меня. Пианино спрятал. Украли. Потом еще ехал с Германии. 93-й год на БМВ. Крутой. 750-й БМВ. 93-й год. Мне Вязма, Смоленская область. Я отъехал. Меня избили. Вытащили. Все. Вот так. Выжил, брат. Выжил. Уехал в Германию. Убежал от Дагестана. Убежал. Культуры нету. Везде мусор. Везде грязно. Везде мне так. Везде обсуждают. Завидуют. Я убежал, короче. Я вообще как-то... Он остался у меня где-то в Дагестане. Но в душе это есть. Я как приум визит. Где родился, там пригодился. Вот так хочу сделать. С Германией. Всех. Я сейчас в Москве эту систему поднимаю. Мне люди свои Мерседесы, Майбахи показывают. А в этих машинах вся элита московская. Вот это. Я в Аллахе хочу в Дагестану. Вот такие мусорные контейнеры. Грузовики. Мерседесы. Музорные. Б.У. Там они валяются валом. Там же договорится представителя вашего. Людвиг. Я с немецкой стороны договариваюсь. Я такой прием могу организовать. Делегации из Дагестана. Я могу имидж. Кристиж Дагестана поднимать. Людвига надо использовать. В хорошем смысле слова. Они обижают. Они убивают ножом. Нападают на Людвига. Он там живет. Плеса. Он где-то затаился. Он даже извинения не попросил. Машину разбил. Чужая машина. Немцы приехали. Девушка приехала. Немка. Три человека. Силкин котелесы устроились. По тысяче евро. В сутки дают. И хотели в Москве встречать. Самые дорогие рестораны. Повези. Говорит. Покажи. Взял у соседа. Мерседес Биана. Угнали. Разбили. Убежали. Что такое случилось? А сейчас у меня год прошло. А потом они там с ментами договорили что-то. Я думаю, мне говорит Людвиг. Мусорам, говорит, не иди. Мусорам, говорит, не иди мне. Блатные там есть. Решалы есть. Такие вещи. А этот азербайджанец, сосед. Почти миллион рублей попал. Разбили машину полностью. До сих пор не могу его видеть. А эти ребята. Один угнал. Другой напал. Там три статьи идет. Это наши были, да? Это наши были, да? Людвиг. Но я хочу Аллаха Схаги. Вот даже Людвиг, брат, извини, оказывается, ты хороший был. Я думал, ты черт, мертвый. Он даже это не созволил себе. Он там. Но это тема открытая. Я, Шамилагай, сейчас. Я, иншаллах, Надя, Владимир, я Рамзана не скажу. Рамзан Ахматович, он услышит все. И, 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 Владимир Путин порушит Рамзану. Рамзан, грозный, разберись, кто Людвига видел там. Прибери этого, посади его туда. И я, я. Я, Шамилагай, у меня Тимур Дикого и Печенец сидит в тюрьме. Я обращение сделаю всем моим этим, до Рамзана дойдет. Это тоже до Дилимханов. Я без Тимура Дикого не могу. Если вы хотите, чтобы у меня, чтобы, блин, я где буду ездить, там будет мир, рай. Люди будут радоваться, свадьба будет, иншаллах. Горе придет, радость придет. Но Людвига нельзя не дать следовать. А что они, кому я плохое сделал, Шамилагай? Кому вообще, в Дагестане? А от кого убежал? Мне чеченцы на руках носят, инглушки на руках носят. У меня аварцы, вокруг меня аварцы, шайфой у меня с ними. Никакой штуки всего нету. Когда надо, иду, возвращаюсь. Дудки на деревне живу там у брата. Дом мне отдал, он целый, у него двор трех этаж. Слушай, Людвиг, а это кто тебе это устроил, вот этот бардак с тобой? Это наш дагестанец был, да? Шамилагай. Дюймутайские кумыки. Вот, Рустан, сайтулай Рустан. Он меня вытащил, нож вытащил, вот руку, руку поймал, и здесь кровь ушла у меня сильная. Он, я лежу, вот так лежу, и он сверху. Я говорю, мельчийся, что хочешь, брат, я не могу. Вот перед, за 5 секунд, 10 секунд вся жизнь у меня перед глазами прошла. Меня убивать пришел человек, кровь увидел свою, на меня течет кровь, боя. А за что? Я просто так, потому что он Людвиг, от зависти, от того, что он черт, у него два судимости еще, щипач московский, набил, водку пил, наверное, водку пил там, или там что-то курил, люхал, наверное. Их трое, на одного, они мой, якобы я им не понравился, фотографироваться хотели. А я совсем не отказываю. Я, Шамиль, там одна еврейка пришла, которая на давай поженимся была, с мамой 85 лет. Она говорит, моя мама, говорит, очень хотел видеть. Подарки, коробки принесли большие. Не открывай, говорит, только. Я пошел еще машину в эту пиано поставил, которую угнали. Не знаю даже так скоро, что там было. Вот так вот он. Новый год, ЧП, все газеты пишут, Людвига хотели ранен, ножом. А этот, 180-200 гонял машину, все штрафы приходят азербайджанцы, там 40-50 тысяч рублей штрафов разбил. Убежал. Дагестанец. Как я могу полюбить Дагестанца? Опять балах только от него идет. Где красавчик авторитетный, который поддерживает Людвига? Который скажет, ой, бенчал, брат наш, Людвиг. Давай, поехали в Дагестан на свадьбу. В гору поедем, нахрен, калкур. Я с удовольствием приеду. В Аллахе, бедуча болит за дагестанцем очень. Я Людвиг хочу свой светлый путь, память оставить. Моя сила это мерсебес-корхеж. Вот всем миром Дагестану помогаем. Дагестан очистим. Давай, давай, да, вот такие новые, такие красивые выборы местного. Сами проголосуем. Давай все объединимся. Все плюсы, минусы. И, и, сами давай. Нурик одинокий, вот все же мой брат. Нурик одинокий. Людвиг, ну, вот ты пока говоришь, 10 человек, 7-8 девушек за тебя замуж захотели. А ты холостой за себя. Сами лагай, смотри, я честный имя, честный имя. Я рад, Аллах оставался, Аллах, если дагестанка, не важно, Аллах, не важно. Только дагестаночка новая, как мерседес. Вот так папа скажет, мама, Людвиг, вот моя дочь, самое красивое, что ты хотел, забирай его в Германию, делай с ней принцессу. Пускай она тебе дверь открывает, Майбах, мерседес за рулем, патай, тебе моя дочь. Вот, никто, ну, короче, вообще не целованная новая девочка. Короче, ну, если будет, я начинал. Слушай, вот ты говоришь, у меня мерседес, у меня все, у меня там. Германия, все знают, все любят, может, все, что хочет, себе позволит. Так, тебя хомутает какая-нибудь аферистка? Нам же жалко тебя, Людвиг. Ага, 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 Шамиля Гайз, вы знаете, как я насквозь женщин вижу топать от глаза? Я тоже волк, я отчим, я не захочу, только девушек рядом со мной. Они даже, они рядом ароматные, вот такие кавказские девушки. Я присматриваю, я не отпускаю вообще никого. Я сам мешаю, где-то ставлю, так я жених, я принц. Да, 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 но все равно будь аккуратен, потому что ты знаешь, там, ты волк, волчиц тоже много. Не все коварные, не все ведьмы, очень хорошие, воспитанные женщины, девушки есть. Просто одно удовольствие на них смотреть, как они смеются, зубы, как она танцует лезгинку, как вперед, назад. Такие шикарные девушки. Слушай, а ты что немку не взял? А? Немку, что не возьмешь тебе? Шамиля Гай, вообще, как жена, в жизнь никогда немка не пойдет. Это вообще другой сон. Там невкусно, искусственно все. Как наши сладкие, воспитанные, братья, папа, хэнкал, нэнкал, девочки. Аллахи, дагестанки, вообще в жизни не видел свет, как дагестанки. Вот я же вижу здесь, там кумычки, вот я знаю лично кумычки, просто картинки, они рождают. Вот опять познакомился женетка бабаюртовская. Пять детей, женщина. Она работает в Государственной Думе. Она работает в Думе, за рулем ездит. Она пришла вот неделю назад на концерт. Людвиг, Людвиг. Она танцевала со мной, фотографировалась. Бабаюрт, Хасавюрт, обращение делал. Вот. И рядом подружки были. День рождения отмечали. Я розы взял, розы подарил им. Станцевал. Вот. А так, Шамиля Гай, деньги кидать не люблю. Вот так держать, деньги отдавать. Мне как-то статус не позволяет вот так бросать. Вот так. Да, да, да. Сколько людей смотрят нас? Нас 173 человека. Окей. Это ваши подписчики? Да, 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 да. Ну смотри, Людвиг, они на тебя будут подписываться сейчас. И будут тебе предлагать свою руку и сердце. Здесь тоже вот на тебя глаз положили. Чувствую, мы тебя потеряем скоро. Твоя холостяцкая жизнь настанет конец. У меня тоже холостяцкая была жизнь. Вот женился на одной кумычке. Двоих пацанов не родила. Тебе тоже надо жениться. Хватит. Германия, Германия. Москва, Москвой. Там нормальную ненадежность. В Агистан приезжай, женись. Нормальную возьми, как БМВ. БМВ, они борзые, агрессивные. БМВ. Не люблю такие женщины, чтобы командовала. У меня ласковая, парниковая, домашняя. Просто от нее улыбки. Даже говорить не надо разговаривать. От нее улыбки. Вот такие бывают. Роза, ароматные девочки бывают. Ой, ма-шалла, я столько их вижу. Блин, иной раз стесняюсь. Всех обидеть не могу. Если с ней уйду, она обидится, заливнует. Другой отряд обидится, если ты одну возьмешь, да? Другой отряд обидится. Студия снимать будет, ютуб будет. Девочки, пожалуйста. Первый канал освещать будет. Первый канал освещать будет. Что будет? Первый канал освещать будет. НТВ, РТР, все. Папа, шамилагай. А эти корреспонденты такие голодные. Уже у меня есть здесь русские ребята. Они готовы мне с московской... Меня освещают. Я просто думаю, подожди, тему придумаю красивую. И по рукам пойдут мои видеоролики. Эти корреспонденты еще заплатят меня, чтобы меня снимали. Людвиг уже не простой такой. Я просто всем помогаю. Я даже инвалидный дом. Я даже здесь дети-сироты потом хочу взять, пойти к ним. С Германией контейнерами могу отправить эти велосипеды. Велосипеды, шикарные велосипеды, одежды столько там вообще могу все торговать. Просто миссия моя дипломатия. Чтобы люди сказали, тьфу, ма-шал-лай. Красавчик, бихиньки, гамач. Вот, Людвиг, а вы говорили. Вот, я забываю. Надо, ты знаешь, Людвиг, надо нам поговорить с Сергеем Алимовичем, Меликовым. Чтоб тебя официальным представителем Дагестана в Германии сделали. О, Шамил Агай, это очень серьезная ответственность. Дело в том, что дагестанцы в Германии в магазинах очень много воруют. Вот, давай с этого начнем. Мне стыдно будет очень. Я сам лично знаю, сколько дагестанцев ходят в магазины, воруют, тачками вносят. Даже мясо, даже водку, даже пиво ящиками, даже бензин на заправке. Да ладно, наши дагестанцы водку, пиво воруют? Я думаю, они беженцами приехали, остались там, живут, работают, не умеют. Немецкие не говорят. Нас сидят на Красном Кресте. И вот это время, ой, вот такой, два метровые ребята, амбалы, дагестанцы. Не скажу, какой нации. Там разные национальности были. И ребята, оу, я даже смотреть боялся. Не то, что сам пальцем. Мои отпечатки в Германии чистые. Полиция, вообще. Никогда проблем не было. Никогда полиция. У меня водительские права в все категории. Шамилагай. Я где-то 10 автобусов двухэтажных пригнал Испании сам за рулем. Франция, Германия, Польша, Литва, Латвия. Все я сам за рулем двухэтажные. 70 сидячих мест я эти машины пригонял, продавал. Тогда просто не было этого. Интернета не было. Тогда не мог все показывать. Я уже ягуары такие модные. Буйнакс приезжал. Шляпа, тигары, тростик. Всегда плотовал, модничал. Но всем салам алейкум. Салам алейкум. За стеной неважно. Никому не завидую, не ревную. Меня оставьте. Вот так уезжал. Опять исчезал из Дагестана. Опять исчезал Германия. И много колес начал возить. 10 икарусов принес. За копейки мне немцы дарили. Я водителей брал. Приезжай, Буйнакс. Оптом мне. Буйнакские, черкейские аварцы. Сразу все икарусы забирают. Мне очки долларов дают они. И, блин, у меня столько денег. Что с ним делать? Как Буйнакс в Дагестан ложит? Столько. Еле выехал из Дагестана. Давай я убегу. Думаю, деньги забрал. Думаю, машина тоже Германия. Буду лучше туда ездить. Там бесполезно. Взятки. Коррупция в Дагестане. Лежачие менты. Лежачие менты. Везде. Мусор, автоматчики. Блин. Много что надо. Я, короче, вот так пропал. Столько лет. До сих пор. До сих пор мне душа не тянет. Чтобы приехать. Людвиг, тебя в Германии их полицейские останавливают, когда ты на Мерседес едешь? Мне, мне, в Аллахе, в Аллахе, я настолько казахский уговорю с Шаминогой, очень культурно. Не превышаю никогда, в Аллахе, в Аллахе, вот хлеб здесь, здесь мясо. Мне полицей был один раз, просто контроль. Все, посмотрели. Они глаза смотрят, они багажник смотрят. Когда ты ничего не нарушаешь, очень аккуратно, Мерседеса вообще никто не останавливает. Я очень порядочный за рулем. Мерседес, только Мерседес. Я могу 260. Меня один раз остановили в Германии. Два раз, два раз. Ни один лежачий мент, полицейский мент в Германии. Нигде не увидишь лежачий мент. Что такое? А Москва, Москва забита везде, на пичках. Ужас, рынок, заходишь, шланг-баум. У меня сейчас Мерседес, шикарный Мерседес. Я в яму попал, он бедный, 19-й, хорошая полиция. И он там стоит, я сегодня не смог на нем поехать. Снег, грязь. А в Дагестане, как к тебе относятся полицейские? Узнают? Ах... Ах... Шама, Тамиль, Шама, Хадулаев, Шама. Один раз, по-моему, у тебя был инцидент, да? Шама, в Аллахе, брат, с ними тоже никогда проблем не было. У меня один раз случайно, они меня, якобы, Буйнякский не туда завернул. Такой дипломат. И, кстати, мне Нур-Махамад, Расул Шапиевич, министр, мне ключи отдал. Мерседес, люди, катайся, забирай Москву. Шикарный, вот, опьянка. Вот, смотри, вот как аварийцы мне помогают. Всегда такой модный, жест такой аварийцы. Ключи держат, мне доверяют. Это Расул Шапиевич? Да. Расул Шапиевич, да? Вот, и знаете его, да, Шамил? Да, да. Министр по туризму. Вот, и Шамил Агай. И 26 еду по 26, дипломатия, с музыкой. Мне на Лада Калина 4-5 кумыка, грязный Лада Калина, останавливайся, фотографироваться хотят со мной. Блин, я тут уже остановил, вышел. И один меня отходит в сторону. Пока мне объясняет, что-то говорит, а другой мои номера снял. Там были 500 номера, модный Мерседес, 126. Я до этого не заметил, сел, поехал. Там Муслим, аварийц, на Гелендвагене, черный. Люди, где твои номера? Я говорю, как где? Вот сзади. Я останавливаюсь. Нету номера, нету. А потом, оказывается, ребята сняли. Мне вот такой акцент, так разочаровался. Был такой Мурад, Мурадик, его убили. Рамазанов Мурад, Лакис был. Он на плане работал, его убили. Такой у вас был случай. И он рядом шел, к нему пошел. Мы хотели новые номера заказать. Они вышли на меня, подкинули номера. Через кого-то подкинули номера. Меня вот так встретили. Я опять разочаровался. И вот это... Ну, им стиль, наверное, встало. Короля остановили, поэтому. Шамил Агай, вот смотрите еще. Я вам вопрос задам. Вот. Мне вдруг ребята вот в Дагестане предлагают магазин рекламировать. Я соглашаюсь. Просто приезжаю. Мне Мерседес ребята собираются. Там Мага, Даргинец. Потом аварцы мои ребята. Вот. И они, говорит, люди поддержали меня. А потом по интернету я... А эти девушки, которые... Вот четыре девушки. Они с мамами. У них братья есть. Я пришел. Даже, блин, даже имена не знаю, кто такие. А там мамы в отряде. Ой, блин, такие молоденькие, молочные. Блин, такие сочные девочки. Но они пришли, чтобы рядом постоять. Типа за рулем Гелендваги. Вот одну фотографию там сделали. Подкинули. И Хабиб. Хабиб написал. Если бы мужчины были бы мужчинами. Женщины были бы женщинами. Ащад, астал, астал, перулла. Я-то что сделал такого, чтобы всем налететь на Людчика? Там такие гневные, негатив, негатив. Я, Аллах, ащаду, я дагестанцы, куда вы идете, что я сделал? Просто стою. Девочки, почему брюка? Значит, я. Людвиг, азвачь приносит в Дагестан. Людвиг там опасен для Дагестана. Вот такие мне очень... Ты в Дагестане когда последний раз был? Где? Когда в Дагестане был последний раз? Как-то я был. Наверное, два года, три года назад, наверное. Не помню даже. Два-три года назад, да? Наверное. Здесь пишут, Шамиль, у тебя сегодня замечательный человек в гостях. Людвиг говорит, капитальный красавчик. Шамиль Агай, я, дай Аллах, я с вами буду дружить. Я вас тоже могу представить в Москве, в Германии. Вы, Яван, я вот лично в тебе, даже ты не могу назвать тебя. Аллахи, брат, я тебе такое братское уважение. Я тебя следил. Хадулаев, Шамиль, это мне значит что-то, значит мое слово. Вот я, вот, и поэтому мы какую-то, если мы объединимся, если вы меня будете встречать, провожать, как брата, вот так, Людвиг, на свадьбу. Вот, брат, я же соберу Мерседесы, соберу столько, люди придут, фотографируются со мной. Бля, что, мне много надо, что ли, кушать? Мне вот кусок мяса хватает, мне вот такой. Мне от людей ничего не надо. Вот. Лишь бы слышать слова. Людвиг, вот ты скажи, вот, Людвиг, вот как ты до сих пор, вот ты что, женат не был? Я дважды женат, Шама. Да ладно. У меня шикарные жопы, нулевые брал. Я два раза свадьбу делал. Красавчик. Красавчик. Там дочка, там дочка. Ле, а пацаны, когда будут пацаны? Вот у меня три пацана, вот, Ажмурат, Утай и Даньял, вот, три пацана. А у тебя ни одного. Это же не дело, Людвиг. Девочки, я понимаю, девочки, это хорошо, но пацаны же нужны. У каждого короля должен быть принц. Шамиля, еще не поздно. Я последний вагон успею запрыгнуть, не поздно. Я вот-вот летом девушку, шикарную невесту найду. Я, в общем, шоу с этого тоже сделаю. Там тысячи роз, букет закажу большой. На Мерседесах будем возить. И барана куплю, мощный баран. Я сам ее родителям шоу такое из него сделаю. Я найду. Я просто за это не брался. Вот летом зима сейчас тут пройдет, тепло придет. Я невесту конкурс объявлю. Вот. Я приеду в Дагестан, на свадьбу буду ходить. Я в Москве здесь программу, пусть говорят. Они меня пригласят еще. Вот. Вот то, что сейчас у нас ханом, то, что хан Аварский, хан, Луцалхан, вот, я очень... Да, вот этот вопрос людей мучает. Луцалхан, вот этот, да, этот вопрос мучает. Бой, бой, бой. Ты после боя женишься или до боя женишься? Нет, после боя. После боя. А бой когда будет? Вот, сейчас, Луцалхан говорит, должен в Москве тест-конференцию провести. В Итартасе? Да, говорю, давай. В Итартасе, да? В конференцию, давай, мы придумаем. Да, да. Дело в том, что я его в Москве по-королевски приму. Три-четыре кортежа, Мерседес, Майба. О, Жихан, там нельзя меньше никак. Я все не сделаю. Самый красивый ресторан я его повезу, потанцую с ним. Бакинский бульвар там, в общем, вау, все московские элиты там приходят кушать. Я там сейчас буду часто пропадать. И мой Мерседес будет там стоять. Вот, я что хотел сказать, Шамиля Гай, так что всем невестам в Дагестане, таким красивым, вот, я, иншаллах, приеду, я там свадьбу соберу всех. Даже деньги не надо, никто. Вот это с совом, с хадака, вот ничего не надо. Просто, чтобы приехать, поддержать, потанцевать. Там будет чудо, там будет хинкал, там мяса много будет. Там будет вообще. И чеченцы приедут с Грозного, ингуши приедут, и осетины у меня хорошие на Мерседесах. И мы Дербент куда-нибудь поедем. Мы сами себе придумаем праздники какие-то. Мы будем руку пожимать друг к другу, танцевать. И Германии, чтобы немцы приехали туда, их можно подтянуть. С Германии, надо Дагестан, блин, потом поздно будет. Это шанс, который гремит на всем. Вот этот хороший, надо использовать имя Людвиг уже как бренд, как бренд стал. Естественно, естественно. Если здесь, здесь очередь стоит, пишут уже, очередь, очередь стоит уже. Шамиля Гай, пожалуйста, я не глушал, я не вижу, у меня глаза зрение. Я просто на вас смотрю, я потеряюсь. Если я попаду туда, я потеряюсь. Я глаза ваши смотрю. Вы как Кашпировский. Мне вот так, как Кашпировский. От вас энергия идет хорошая, мощная энергия идет. Адулая. Поэтому я с вами... О, Бархал, Бархалович. Нет, ну... Кстати, сколько, Шама? А мне 52. А-а-а, я 67-го, а ты? Я 68-ю. Ну, тем не менее, я хочу с вами на выобщаться. Хорошо? И когда надо, на ты перейду тоже. Хорошо? Да, да, да. Как тебе угодно. Как тебе угодно. Так. У Вайдулла, он нравится большой, Увайллай. Тоже. Вот очень дядя мне нравится. Да, он здесь, Увайдулла, он здесь. Увач, Увач. Увач. Люди, ты гигант. Ты гигант. Никого не слушай, делай свои дела. Никого не слушай, свои дела делай. Все будет нормально. Увайллова, я рядом, брат. Всегда я не пойду. Мы с тобой лет 10 знакомы, и я знаю, кто ты есть. Чушь пишут всякие. Один хочет жениться на твоей дочке, и потом пишет. А потом пишет, я свою дочку дам за тебя, и столько глупостей. Никого не слушай, делай свои дела. А сколько лет дочери? Как зовут? Дочери, сколько лет? А, да. Дочкам, сколько лет? А я 67-го. Дочкам, дочкам. У меня я трижды дедушка. Я строю внуков. Вау, строю внуков у него. Один год? Да. А, вот. А здесь пачка. Слушай, ну ты моля, ты, дедушка. Тебе надо жениться, пока не поздно. Еще пусть, это как это, у твоей внуки будут даже старше, чем у тебя дети, которые родятся, иншала. Шамилагай, вот, чтобы вау, принцесса была. Хорошо, покажите мне девочку, самую красивую, дагестанку. Покажите мне. Тай, много здесь. Ты, ты где-то там по Москве, по Германии носишься. Здесь девочек в Дагестане много, замуж все хотят. Когда тебя видят, все. Вот здесь в эфире уже человек десять захотелось за тебя замуж. Три, трое. Первое, надо договориться. Благодарю вас вам. Благодарю вас. Она будет в команде, она будет в команде с нами работать, будет помогать, будет готовить, будет убирать. Но, чтобы она Людвига была, она за рулем, она будет королю дверь открывать, закрывать, за руль садиться, трогаться, платье, очки, перчатки, такой, такой модница, чтобы вау, чтобы по красному кругу ходила она на уровне московской, немецкой элиты, чтобы это короля Людвига. Людвиг, тебе кто по нации нужна? Вот нация роль играет тебе или нет? Шаминагай, вообще не играет ноль. Какая будет такая мужик, но вообще не играет. Главное, чтобы была Дагестанка, правильно? И без пробега по России. Дагестанка, да. И дагестанские, азербайджанки есть тоже, азербайджанки дагестанские, они тоже. Дербент. Так, я вот с табасаранцами сижу, вот табасаранцами, вот им тоже говорю. Людвиг вот жениться должен, вот он невесту ищет. Вот, между прочим, самые такие, говорит, преданные табасаранки бывают. Их легче застрелить, чем развестись. Самый лучший кухонный лист. Ну, Шаминагай, всем одинаковое уважение, все наши дагестанские хороши, очень. И валахи, брат, у них одинаковые девочки, обычные традиции. Не стыдно, валахи, не стыдно. Табасаран, это ковры, они будут приданные, у меня ковры, ручные работы. Табасаранцы, у них маленькие деньги, мало табасаранцев. Ну, сейчас, слушай, все тебе здесь осматривают Манапову, Мадину. Мадина, да, или Марина, как ее зовут? Мадина, как я написано. Манапова знаю я ее, но вот... Да, певица, да. Давай. Когда эта тема, когда обращаешься, это не для объектива эта тема. Вы имеете в виду, короче. Да, 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 да. Ну, почему-то все именно ее сюда это самое. Почему нет? Людвиг, ты приезжай, главное, сюда, в Дагестан. Мы тебя здесь женим. Вот здесь у нас вот несколько свах зашло в эфир прям. Я их вижу уже, вот, вот, одна кумычка зашла, тут конкретная сваха, вот, все, короче, говоря, мы, говорит, беремся уже, говорит, за Людвига, мы его женим, говорит. Как только попадет в Дагестан, говорит, мы его не отпустим, говорит, холостым. Ага. Так что тебе в виду. Мы, Алон, сделаем, что ты приезжаешь, аэропорту встречать будут уже все тебя. Шамилагай, это показывает одно, но здесь очень важное мнение Людвига. Кейс-контроль, если она пройдет, там папа, мама, состояние, там сзади, перед, как говорится, мы же знаем, вот, если идеально все подходит, как надо, надо десятку попасть, десятку. Вот, понимаете, чтобы, вау, принцесса, королева дагестанская, я ее здесь буду на сердце, я буду его, ее гордиться будет, что она Людвига жена, Людвига, я принцессой буду представлять ее, моя принцесса, моя королева везде. Вот такие вещи надо мне сделать, брат. Здесь некоторые совсем тебя не уважают, какую-то Махачеву предлагают, но там пробег не только по России, по всему миру тебе не подойдет. Я же говорю, тебе такой вариант не подходит, а то они пишут, не пишут. Шамилагай, вообще, даже не обкатанный, не тронутый, вообще. Прямо с завода. Чтоб никто не прокатился, как Мерседес, с нуля. Это Людвиг, это король. Чтоб шаровая не стучала, да, там, не скрипел, не тормозал, там, все дела. Да это, Людвиг. Не, ну, шамилага девочки могут обидеться. Окей, я не буду говорить. Ну, вы поняли, короче, я люблю женщин, люблю очень. Я видел, я многое, очень видел. Я видел даже, как женщина рожает. Надо уважать. Я очень, мне любовь. Как ты мог видеть, как они рожают? Шамилагай, я должен был, как переводчик, как отец. А, понял. Жену роду принимать. Мне предусмотрено, я очень, я без сознания чуть не упал. Германия-то была, Германия. Она немецкий не знала. Немецкий не знала она. И мне пришлось там переводчиком быть, у меня схватки начались. Куда я брошу? Мина моя, моё дитё там. В общем, до конца там, я сказал, до конца я буду. Меня как врача одели маски, одели на меня все шляпы, перчатки. И я переводил, дышать, не дышать. Очень тяжёлый был. Я вспотел, мне плохо. Мне насчатыйный спирт дали понюхать, чтобы я чувства не потерял свои. Слушай, ты можешь сказать, кого-то другого возьмите переводчиком. Просто я клянусь. Я бы не смог бы хоть разорвать. И мне не хватило бы вот. Там и давай. Там немка родила рядом. Говорят, близняшки у него. Немка, она так кричала, так орала. Ужас был там, как будто мучали человека. Там больно, слышат больно, как они страдают, мучаются. Я прошёл. Я это прошёл. Ты после этого, наверное, акушеров зауважал, да? Они таких тысячи видят. Я после этого вот так делаю. Похваняюсь перед действенными. Да. Эти акушеры, это вообще у них психика. По-моему, у нормальных мужиков столько такой психики нет. Вот, 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 вот. И, и, сейчас я оденусь, я сяду машину, подожди, брат. Ага. Ковбойская куртка такая, смотри, брат. Ё-ло-ло-ло. Шляпа тоже есть. Ты знал, что с тобой были. Ну, без шляпы мы бы тебя не узнали бы. Здесь не нужен. Давай, давай, давай. Да, сейчас шляпу. сейчас. Там, от радости, клянусь, я тебе скажу честно, блин, ты непростой человек. Тагестанин, ты гордишься. Ладно. Вот, я, что? Что, ребята? Ты знаешь, люди, здесь, многие люди, им очень нравится твое живое общение. Приветствую. Судовым. Приветствую, брат. Борода, посмотришь. Так, так, так. Са-сам-ла-лейкум. Мы тоже здесь у табасаранцев в гостях сидим. И у Вайс, у Вайс, московский тоже модный такой аварис, московский мой. Са-сам-ла-лейкум. У а-сам-ла-лейкум, а слава Вайс. Спасибо. Вот здесь мы тоже это, у Байдулови. Держи, поговори. А-а-а. Спасибо. Вот, шибко любо. Спасибо. селение и цундук в Химском районе. Селение и цундук в Химском районе друзья пригласили. Кляну стол здесь вываливается. Куда ходишь? Кушать устали уже. Кушать устали уже. Отражается свет. Отражается. Уже кушать устали, носят и носят. Молодцы. От души заседим. Оу, оу. Прерывается. Прерывается. Связь стала прерываться. Связь стала прерываться. На улицу вышел. Связь прерывается. Оу. Смотри. Оу. Саламу алейкум. Ла алейкум. Ла алейкумсанбар. Удям Мхаммад. Ага. Сибур, в гостях в Химском районе товарищ мой Тажюдин строй лифт гендиректор мой друг. Пригласил. Пригласил. Если вам лифты надо ремонтировать, чинить, установить, пожалуйста, через меня любой вопрос. Да, буду спасать. Без начальника по лифту. Баркала вас, Баркала. Баркала. Вы там, Люблига, берегите. А, Шаминогай. Слушаем. Я говорю, чтоб тебя берегли там. Вау. Мне так комфортно с этими ребятами. Я с ним даже расставаться не хочу. Они меня отвозят, привозят. У них шикарные тачки, джипы у них, у них мяса много. Они устроились неплохо здесь в Москве. Машаллах. Пусть они тебя побыстрее надо уметь жениться. Это лучше будет. Пусть тебя привезут в Дагестан, женят тебя, чтоб гости приезжают, хайкал кушать, там, и так далее, да, чтобы уже семьям и дружить. Холостые, все один, уже возраст уже. Шаминогай, Шаминогай, прикинь, ты был бы моим тестем, вот у тебя была бы самая красивая дочка, в Аллах, я самый счастливый человек был бы. Я гордился бы, показывал бы немцам, людям, я с тобой рядом ходил бы, чтобы люди сказали, рядом с Людвигом какой солидный дяденька, сестой, сестой. Ну, в Аллахе, брат, я тебе, ты красивый человек, приятный человек, приятный, мужчина. Мысли у тебя, ясные мысли, вот, редкий человек, редкий. Наверное, много, не бывает таких, как Шамин Хадулаев. Баркала, Баркала, дорогой. Ну, что, Людвиг, будем прощаться тогда, мы тебя ждем. Будь аккуратен. Я тебе отправлю, в WhatsApp, видеоролики отправлю, дружим, короче, по-братски, обнял я тебя, дорогой. Баркала у вас, Баркала. Всем, салам алейкум от нас, здоровья, удачи, и смотри, бой у Махану, этому не проиграй. Ну, Салхану, или как-то. Мы дальше общаемся, я вас в известность поставлю, дорогой господин Шамин Хадулаев. Мы же должны анонс сделать, потому что ваш бой будет вторым, после Хабиба и этого Макгрегора. Ваш номер два будет. Шамиль Агай, Шамиль Агай, короче, я готов, я выхожу, там сумма, я сто миллионов сказал, а он перегнул, пятьсот миллионов, он перегнул, этого не пойдет, сто миллионов хватает. Я с ним сказал, пополам, если я выиграю, я пополам тебе отдам, сколько заработаю. Надо его угощать. Ну ты секреты пока все не раскрывай, потом, чтобы это было, интрига, чтобы было. Да, 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 мне самый хайп, интрига, вау, люди, везде, спальня, кухня, метро, Людвига смотрят, люди, шок, приятный, шок такой, чтобы было, чтобы взлететь, и Дагестан, имидж, престиж Дагестана, они же скажут, Людвиг, откуда русские заинтересуются, евреи начнут, откуда, кто, откуда, я скажу, дагестанец, у меня борода бритая, красивая, прическа длинная, шмотки, кростом хожу, короче, выгоду с этого возьмем, иншаллах, но женится, один раз в Дагестане, потом в Москве, потом в Германии, потом в Чечне, слушай, слушай, Людвиг, если ты в Дагестане один раз женишься, тебе уже другой жены, не дадут тебе вторую там жену взять, в Москве, Германии, где-то, дагестанцы, смотри, убить могут, зарезать могут, это сначала в договор приписывается, что я имею за собой право, оставляю влюбляться, даже вместе с женой будем искать подходящую подружку нам, вторую, а где вторая, она тоже должна согласиться, там и третья будет. У тебя очень демократические представления о дагестанских женах. И каждая, пускай мне по одному сыну, дочке рожают, Людвигу, я так просто не возьму, она подпишет, мы это обсуждать, обсуждать будем, невесту выбирать будем, так втихаря, в тайне, я не могу девушку выбирать, это надо сделать с этого шоу, красивый, сватов пошлю, у меня в Германии есть, упрощение, туфли, штук 20, пару у меня туфли. Вау, у тебя туфли конкретные, разноцветные. Разные, длинные. Разные, где панак упал, сундук у меня почти полный там вообще, на все размеры, на толстых нету, 65-70 килограмм, девушка такой, 55-45, вот так. «Аллах асхаги ты красавчик». «Аллах асхаги ты красавчик». «Аллах асхаги ты красавчику борис вынес», Да, именно моя миссия, дипломатия. Я врагов превращаю в друзей. Ты врагов тушишь в объятиях, как говорится, чисто по-дипломатически. Чисто вот так европейский цивилизацию несу. На вы общаюсь, не сорю. Очень вот так стараюсь себя вести очень культурно. Вот везде стараюсь, потому что Германия меня научила. Она мне многое дала. И все шмотки мои, пиджаки, костюмы, рубашки. Я даже носки в России разочаровался. Ширпотрет в магазинах. Даже плавки, трусы у меня немецкие отвечают. Так, все хорошо, хорошо. Мы потом насчет твоего моего еще поговорим. Давай, брат, обнял шаба, красавчик. Хорошо, Баркала. Баркала, давай, от души, Людвиг. Салам всем нашим, посалам, здоровья. Салам, брат, давай, давай. Сахли, Людвиг.